Привет, с вами Хэйпи Вульф, на канале уже целый месяц не было ублюдочных хорроров на Юнити, но это неспроста, я дал вам время, я дал вам время, чтобы вы отписались от меня, но вы видимо не понимаете намёков, поэтому приготовьтесь к страданиям вместе со мной в очередной убогой игре. На сервис мы будем играть в квадрант, мне про неё подписчики ещё год назад писали, когда она только вышла, но я после просмотра скриншотов не хотел вас мучить, но блять, по-моему самое время, тем более очень многое изменилось, у этой игры теперь только положительные отзывы, раньше они по-моему были смешанные или негативные поначалу, а потом как божья благодать хуякс и везде положительные отзывы и очень положительные. Всем всё понравилось, плюс теперь стим и ревью разделены на два типа, на какие-то новые рецензии, старые, хер вообще знает, что это такое, ну ладно. Сейчас будем смотреть, почему же мнение об игре так сильно изменилось спустя время. Короче, насколько я понял, из диалогов в этой лаборатории произошла утечка чего-то, видимо хорошей графики, и теперь нужно производить починку. Что чинить эти три даши путешественницы, естественно, не знают. А, понятно, блять, ключа у них нету, да, дверь нельзя открыть, с успехов, блять, я домой. Ай, блять, я не удивлён на самом деле. В хорроре, который мы играли месяц назад, тоже можно было проваливаться под пол, мне нравится эта фишка у современных игр. Но я уже догадываюсь, чем мы будем заниматься всю игру, вот эти вот кнопочки бляски, тыкать, какие-нибудь вентиля крутить, да, ещё там что-нибудь такое. Эй, дворы уничтожены. Мы продолжим и встретимся с тобой позже. Да, я смотрю, они такие умные, как путь без меня продолжает, так это мой первый. А как идти эти сраные панельки, кнопочки тыкать, так это вульф, иди занимайся, и вы... суки. А вот если меня съедят по дороге, что вы будете делать без меня? Говорят, люди сбежали, а не от вас сбежали, а от вашей карательной инженерии. От её умозаключения аж в омора кто-то упал. Кто-то очень большой. Эти двое уже находят какие-то трупы, разорванные тела, вон по рации сообщают, а я единственное, что нашёл, это бляски и вентиляции. До этого рекорд держала вентиляционная система из дисплеера, которая, наверное, длиной была с футбольное поле. Но данная игра бьёт просто все рекорды. Джон! Ты слышишь это? Что это? Вообще похуй. Джон? Это ты? Это... Себя только... Девчонки... Девчонки... Я так по ним соскучился. Не сюда, да сука. Ну вот про это я и говорю, это уже третья или четвёртая вентиляционная система, аж задолбался тут ползать, в чём вообще прикол? Это серьёзно, брат близнец дисплеера, кнопочки тыкай, по вентиляциям ползай, красота. Обожаю. Ой, смотрите, сколько варенья. Зачем же доброт переводить на стены мазать, ну? Эм... Но тут же след обрывается. Что и требовалось доказать, эти вытяжки едят людей. Не, ребят, чё-то у разработчика какая-то мания на узкие проходы. Одна треть геймплея это ползание на картонах, это нормально? Дверь закрыта, нужно... Ой, что? Дверь закрыта, требуется оверрайт, не знаю, что это. Знаете, эта игра похожа на пенумбру, только ёбанное говно. Вот серьёзно, здесь так скучно, нужно бегать, чё-то тут переключать, что-то искать. Бесконечной вентиляции противников вообще нету, просто ужас. Ну, фиг его знает, куда же нам нужно идти, может быть дверь открыта? Ах, нет, какая же досада. Поползаем-ка мы ещё немножко, симулятор побега из Шаушенко, блядь. А стойте-стойте, я знаю, куда нам идти. Та-дам! Нет, я вам, естественно, не покажу, как я 10 минут по этому офису туда-обратно бегал, потому что тогда вся интрига пропадёт. Но я так и нашёл вентиляцию, как же без неё? Богородица всемогущая, что это, Билла? Если вы думаете, что я специально там ползаю, то нихуя, все эти офисы соединены только вот такими вот вытяжками. Никакие двери здесь не открываются, вообще никакие, кроме заскриптованных. Ну или типа вот этих, которые уже выломаны. Вот ещё одна выломана. Я слишком тупой, чтобы дверь открывать, понимаете? Вот это я понимаю, лифт нужно запитать, отличная головоломка, спасибо. А, ну да, закрыто, конечно. Здесь все двери закрыты, покупаю я такую игру в стиме за 200 рублей. И думаю, хоть бы тут был лабиринт из коридоров, хоть бы тут были вентиляции, хоть бы все двери были закрыты. Хоть бы нужно было решать уебанские совершенно дегенератские головоломки. И просто всё как на подбор, представляете? Мечты сбываются. Ой, предохранители из зелёных ящичков, как же я мог забыть? Уже третий раз я их нахожу. Это, кстати, излюбленная головоломка разработчика, предохранители в ящички распихивать. А ты их должен отыскать и засунуть в электрощитки. Где вот этот бляски щиток? Давайте его теперь искать. Это ведь так интересно, да? Сука, я минут пять искал эту комнату, что ж за ублюдочная игра-то такая? Найди то, найди это. Это и не страшно, и не интересно. Это никак просто. Этой игре, наверное, положительные отзывы написали охранники тюрем, которые использовали её в качестве смертной казни. О, паучки, спасибо, сорок минут геймплея мудового не прошли даром. Он меня даже догнать не может, что за инвалидная блоха просто. Ой, блядь. Ой, блядь! Ой, блядь, это уже слишком. Давайте третью главу попробуем, может на неё делал разработчик акцент? А, нет, на третьей главе он решил просто хуй на игру положить. Вы посмотрите на это. Я даже не могу представить, насколько ему было насрать, когда он начал делать третью главу. Какой-то гигантский ангар-парковка, теперь просто выжженное поле с какими-то машинками. По крайней мере, я понял, почему у игры были негативные отзывы поначалу. Теперь это просто какая-то беготня по выступам из горы, я... Я не знаю, что сказать. Я уже ловлю себя на мысли о том, чтобы вернуться обратно в первую часть. Хотя нет, там эти дебильные загадки я передумал. Просто не квадрантум, а деградантум нужно было игру назвать. Мистер Вульф, как же нам подчинить трамвайчик, чтобы уехать из этой блядской игры? Нет, не надо избивать разработчика, нужно, чтобы красненькие кнопочки стали зелёненькими, блядь! При-е-хали! Я только хотел сказать, что тут под водой будут какие-нибудь рыбы из Сириусэма, и смотрите, что я нашёл. Вон, видите, пиявка какая-то зелёная. Ась не поймала, там, правда, такая же вторая была, которая мне половину здоровья одним укусом сняла, ну ладно. Не, чё-то пошёл какой-то косплей первой части, опять эти вентиляции бесконечно. Что за монстр это создал? Ну-ка, что тут у нас? Предохранители, и куда нам их нужно засунуть? Нет, не в жопу тому, кто создал этот шедевр, а в щиток. Смотрите, раз, два, три, четыре... Ура, дверь открылась! По-моему, именно сюда императора Дарка Сидиуса в Звёздных Войнах скинули. Ура, я нашёл монстра! Час в этой сраной игре всё-таки привёл меня к ним. Давайте его напугаем со спины. Тихо. Тихо. Да ладно, как он услышал, ему сто пудов подсказал он второй, пидоры. Взгляните на это прекрасное лицо, их тут, кстати, штук восемь сидит в этом помещении. Их вообще здесь, походу, как декоративные цветы расставили, потому что я бегал между ними и прыгал, и пока вплотную не подходил, они меня не трогали. Хотя я сейчас должен заметить, им абсолютно насрать. Ну что, давайте подводить итоги. Естественно, данная игра, как и любой другой инди-хоррор, это 10 из 10, вне сомнений, и лучший проект года. Какого, правда, года? Вот это вопрос, возможно, 96-го, 97-го, но это уже не суть. Всем, кто усомнился в моих словах, я советую купить данную игру в стиме и в течение двух часов побегать по коридорам, потыкать предохранители, я уверен, вам понравится. С вами был Хэппи Вульф, спасибо за просмотр, увидимся в следующих видео. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok